Волшебник из урубного города Волшебник из урубного города В канзасской деревне В маленьком домике посредине полей Жил был отец Джон, мы его назовем Мама, и у них была девочка, которую звали Элли И вот отец занимался, как любой ковбой На паспище своими коровами Мама занималась пастерушками А Элли читала книжки и играла со своим любимым Песиком Татушкой Жизнь была простая, налаженная Техасская музыка Или музыка кантри Как раз в штате Канзас это было очень популярно Типлайф называется Пастерушка огород и корова Дорогая, я пошел на дальние поля Да, мой милый, сейчас я позову дочку, мы будем вместе с ней готовить печенье. Когда ты вернешься, у нас будет готов обед. Хорошо, моя дорогая жена, сказал канзасец и пошел на свои дальние поля. Мама пошла готовить тесто. Канзасский ковбой ушел со своей коровой. И тут появляется Эли. Мама, мама! Мама говорит, что такое, доченька? Мама, а почитай мне сказку какую-нибудь. А какую ты сказку хочешь? А я хочу сказку про каких-нибудь волшебников. Про волшебников сказала мама. Да, еще существуют ведь волшебники, как просила Эли. Мама говорит, сейчас белье снимем, я тебе помогу. Пошла девочка, сняла белье, которое на жаре быстро сохнет. И говорит, ну мама, ну расскажи, где проживают волшебники? А мама говорит, волшебники проживают за тремя пустынями, за большими океанами, за огромными горами. И что к ним никак-никак не попасть, просила Эли. Мама говорит, ну ты всегда можешь представить, что ты как будто бы попала в волшебную страну. Мне так интересно, я бы хотела сама побывать. Но тут отец крикнул, родные мои, быстро, быстро в погреб надвигается ураган. По радио передали. Во всех домах в штатах, где есть опасность торнадо и ураганов, существует погреб в гараже. Ну у них был бедный дом без всякого гаража. Поэтому мама говорит, Эли, быстренько пошли в погреб. Татошка, пошли в погреб. Мама говорит, Эли, побежали, побежали. Но тут Эли увидела, что Татошка заскочил домой. А она же не может оставить собачку одну в доме. И она побежала за собакой в дом. Побежала за собакой в дом. И тут начался ураган. А почему начался? Потому что злобная, злобная колдунья, Звали ее Генгема, колдует. Колдует. Она ненавидит все человечество. И говорит. О-о-о-о! О-о-о! О-о-о! Сейчас я наколдую. У-у-у! Варит-варива. Лягушки сюда. И другие лягушки. И ящерицы. И змей. И пауки. И пауки противные. Все туда варива. И вот она варит, варит и говорит. Ураганы, собирайте тучи. Собирайте тучи и уничтожьте все живое. Я их ненавижу. Я их ненавижу, сказала Генгема. И тут начался такой ураган. И этот ураган подхватил. У-у-у-у! Ураган начался. И подхватил домик, в котором внутри была Элли. И понес, и понес, и понес. Но тут хорошая волшебница Стелла увидела летящий ураган и говорит. Опять эта Генгема безобразничает. Так вот пускай ей будет наказание. Кто ураган выпустил, пусть от него и пострадает. Вот добрая волшебница не знала, что внутри домика находятся Элли и Татошка. И вот добрая волшебница взмахнула. А в это время домик летел, летел, летел. Внутри Элли и Татошка. И домик закрутила, закрутила. Он полетел обратно. И хрязь приземлился прямо на Генгему. И раздавил ее насовсем. Насовсем. А что же делать Элли? Вот Элли стоит, смотрит, выходит. И вдруг Татошка говорит. Ну что, куда это мы прилетели? Гав, гав. Она говорит. Татошка, а ты когда это начал разговаривать? Не знаю, открыл рот, само получилось. И тут выходит волшебница Стелла. Элли говорит. Вы кто? Я добрая волшебница. Элли говорит. Я так боюсь. Я хочу домой, к маме и папе. А волшебница сказала. В моей книге написано, что помочь тебе может. Только добрый волшебник, а может он и не добрый, а страшно ужасный Гудвин. И только тогда, когда ты поможешь троим существам получить заветные желания. И Стелла пропала. А девочка говорит. А как же мы пойдем? Я босиком. А собака говорит. Да вот какие-то тапочки остались вот тут. И приносит ботиночки. Элли одела ботиночки и пошла она по дороге из желтых кирпичей искать Гудвина. Идет, идет. Первого, кого она встретила. Идет мимо огорода. И вдруг слышит. Девочка, девочка. Она говорит. Ой, вы кто? Он говорит. Спасибо, до свидания, спокойной ночи. Она говорит. Ой, не понимаю. Она тоже говорит. Да, ты кто? Он говорит. Извините, я только учусь разговаривать. Были бы у меня мозги, я бы говорил гораздо лучше. Меня зовут Страшила. Я отпугиваю ворон от огорода. А Элли говорит. А у тебя какое-нибудь желание есть? Да, у меня самое главное желание получить мозги, чтобы я был умным. Она говорит. Ну, пошли с нами. И вот они идут по дороге. Из желтых кирпичей. Вдруг слышат скрип какой-то. Скрип, скрип и стон. Они думают, что ж это такое? Так, видна дорога море с кирпичей? Вроде видна. Вот. Слышат какой-то стон. И видят, стоит такой сгорбленный, сгорбленный металлический человечек. Страшила говорит. Ты кто? А-а-а-а-а-а-а. Нет, могу говорить. Смажьте меня маслом. Ну, Элли тогда быстренько взяла масленку. Страшила смазал маслицем машины коленки и в плечи. И он разогнулся. И дальше я сам. Спасибо вам, друзья. Вы меня спасли. Я железный. И от дождя я совершенно заржавел. А Элли говорит. А у тебя есть какое-нибудь самое любимое, заметное желание? А железный дровосек говорит. Да. Я хотел бы получить сердце, чтобы уметь любить. А она говорит. Ну, так пойдем с нами. Ну, пойдем. И вот теперь они уже втроем идут. И говорят. Как хорошо идти с друзьями. Вдруг слышат. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Боюсь, боюсь, боюсь. А они смотрят. А это лев прячется. Элли говорит. Лев, а почему ты прячешься? Ты же царь зверей. Да какой я царь? Я всего боюсь. Я боюсь любой мышки. Мне стыдно показываться на глаза зверям. А она говорит. Так у тебя есть какое-нибудь желание? Заветное. Он говорит. Да. У меня есть желание. Я хочу получить храбрость. Элли говорит. Ну, тогда идем с нами. К доброму. Или к ужасному. Мы не знаем еще какой он. Кудвину. И тогда ты попросишь у него храбрости. И страшила говорит. Пошли с нами. И дробосед жилетный сказал. Да, пошли с нами. И лев говорит. Ой, я боюсь, боюсь. Ну, наверное, это единственный выход. И они пошли. Гав, гав, гав. Гав, гав. Гав, гав. Гав, гав. Гав, гав. Гав, гав. И вот идут они. И идут. И кого они первого встретили на дороге на этой ужасной? И идут. И вдруг показывается. Так, куда льва поколожить? И вдруг показывается страшный, страшный зверь. Ой, как они все испугались. Говорит, ты кто? Он говорит. Сестра Гингемы послала меня. Я людоед. Нет, в Европе меня зовут Груфало. А я людоед, и я сейчас съем вас. Но тут страшило, говорит. Ой, я слышал эту сказку. Я знаю, что Груфало боится мышек. А я же сделан из соломы. Ну-ка, может быть, у меня где-то тут под мышки до сих пор еще спрятанная полевая мышка. И он поскреб, поскреб, поскреб под своими подмышками или под одеждой. И раз и правда выскочила мышка. И Груфало, мы знаем, что он боится мышек. То есть этот людоед убежал. И они дальше идут и поют песни по дороге с кирпичами. Кого мы следующего не встретили? А следующего они слышат какой-то страшный-страшный рык. И на дорогу выскакивает саблезубый леопард. Ой, он говорит, Бастинда, сестра Гингемы прислала. Я сейчас вас всех съем. Ну, тут выскочил лев и крикнул. Это мои друзья, а я царь дверей. И стали они драться, драться, драться. Великая битва появилась. И лев победил, он взрычал. И саблезубый леопард убежал прочь. И тогда все сказали, Лев, ты, наверное, уже получил свою храбрость. Ты так дрался. Он говорит, а нет, просто я вас люблю. И тут шли они дальше. И заходят они на поле. Условное поле, на котором очень много цветов. Среди которых очень много маков. И вот они надышались. И сразу все, кто живые, и Элечка, и Татошка, и Лев заснули. А Страшила говорит, дровосек, что ж мы будем делать? Они же заснули. Если б у меня были мозги, я б сказал, беги, сруби дерево и сделай какую-нибудь переносную тачку, чтобы мы вывезли наших лучших друзей из этого проклятого поля с сонными цветами. И тогда побежал дровосек, нарубил каких-то тролл. Тых, 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 тых. Сделал какую-то переносную тачку. Он же с топором хорошо обращается. И вот они с этого поля... Ой, места нет. Так, с этого поля... Они вынесли на вот такой подставочке и льва, который тут спал, маком надышался. И Элю разбудили. И вынесли Татошку. Он говорит, Каф, Каф. Ой, как хорошо, что мы наконец-то проснулись. А кто это придумал нас отсюда вытащить? Эля говорит, кто? Страшила говорит, ну, если бы у меня были мозги, до свидания, будьте здоровы. Эля говорит, Страшила, ты опять все перепутал. Надо говорить, не будьте здоровы, а на здоровье. А мозги у тебя очень даже хорошие. А как же вы сделали эту тележку? А Страшила говорит, так дровосек сделаем. А Эля говорит, дровосек, ты такой добрый. Наверное, у тебя уже появилось сердце. Он говорит, ах, если бы. Нет, сердце у меня не появилось. Просто я вас очень-очень люблю. И вот шли они дальше, шли они дальше. И тут прямо перед ними выскакивает другая сестра противной Гергемы, Бастинта. Они были сестры-близнецы. И она выскакивает зонтиком, потому что... Сейчас узнаете, почему. Ах, вы проклятые путешественники! Я на вас послала людоеда. Я на вас послала саблезублого леопарда. Я на вас послала маковое поле, а вы все избежали. Но вы не знаете мою самую страшную тайну, поэтому сейчас я вас уничтожу. Но тут выбежала маленькая мышка и шепнула. Самая страшная тайна Бастинта, она боится воды. И тогда Элли побежала к ближайшему ручью, набрала воды в графинчик. Там хороший такой кувшинчик стоял, прямо на берегу. И она подбежала, рук не хватает, и вылила на Бастинту воду. И она говорит, ах ты, противная девчонка! Таю-таю, погибаю, погибаю! И вот она растаяла от воды, только ее зонтик остался. А наши путешественники подходят и видят... И видят, какой-то уже прямо волшебные ворота стоят. И они говорят, а мы, наверное, уже приближаемся к изумрудному городу. И действительно, вдруг они видят, а тут все изумрудное по сторонам. И вот подходят они, а к ним навстречу выходят, но они думают, что охранник. И говорит, он был в зеленых очках, и говорит, что вам надо, я охраняю вход в изумрудный город. И они рассказали свою историю. Он говорит, сейчас я вас отведу к волшебнику Гудвину. И вот они заходят, заходят к волшебнику Гудвину. И видят, что это какая-то маска огромная. Огромное, огромное лицо, и говорит, говорите, разговаривайте со мной. Ой, или говорит, дорогой Гудвин. Ой, все говорили, что ужасно, это очень даже красиво. Хо-хо-хо, говорите, зачем вы сюда пришли. Лев говорит, я бы хотел получить храбрости. Старашила говорит, я бы хотел получить мозгов, хоть немножко, чтобы у меня был ум. Железный дровосек говорит, а я бы хотел получить сердце. А Эля говорит, а я хочу вернуться домой к маме и папе со своим другом, собачкой-тотошкой. Гав, 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 пожалуйста, гав, гав. Ты не великий и ужасный, ты великий и прекрасный, Гудвин, гав, гав, помоги нам. Ну, Гудвин тут подумал, 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 говорит, Элячка, а ты откуда? Ну, я из Канзаса, из маленькой деревушки. И вдруг Татошка гавкнул и стал вытаскивать, вытаскивать кого-то из-за этой маски. И вытащил он именно того, который прятался. И он говорит, да, дети мои, я просто циркач. Я просто циркач, который был заброшен сюда ураганом. Ну, вам я могу помочь. И вот что он сделал? Что он сделал? Он взял... Кто там из героев? Железным. Полезным. Только не хватает сердечной теплоты. Только не хватает сердечной теплоты. Дровосеку Гудвин дал сердце. Страшили? Это они ему рассказывают все свои желания. Страшили? Он положил иголки и какие-то опилки. И приподнял шапку ему. И вот он хотел бы попросить ума и Бугу. И вот он хотел бы попросить ума и Бугу. Гудвин прямо под шапку положил мешочек с опилками и с иголками. И говорит, все, ты теперь будешь самой умной. А льву, а льву, он приготовил напиток и говорит, это напиток храбрости. И лев выпил и говорит, все, я больше ничего не боюсь. И тут Эля сказала, а как же со мной? А Гудвин сказал, к сожалению, с тобой ничего не получится. Я же не настоящий волшебник. Я циркач. Ну тут Эля стала плакать, плакать, плакать. А Гудвин сказал, если б я мог улететь, я бы сам вернулся к своему цирку. И ты знаешь, я уже начал строить воздушный шар. И я на этом воздушном шаре хочу улететь. У меня цирк, у меня хукольный театр, с Буратино. И я тоже хочу домой. Сейчас, 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 я тебе, говорит, покажу свой воздушный шар. И Гудвин побежал к воздушному шару. Ну тут порыв ветра налетел и унес Гудвина. Безели. Куда, куда унес. Ну какой же результат у нас? И тут появляется добрая фея. Стелла. И говорит. Ну что, Эля? Я вижу, что ты помогла трем существам осуществить их самые любимые желания. А что же с тобой? А Эля плачет и говорит. Я не знаю, что со мной. Гудвин улетел на шаре, а мы с Татошкой остались. А Стелла говорит. Ох, какие у тебя башмачки! Она говорит. Да, эти башмачки мне нашел Татошка, когда мы приземлились к нашим домикам в вашей волшебной стране. А Стелла говорит. Девочки, так это же волшебные башмачки-гингемы. Тебе достаточно три раза стукнуть каблук об каблук и загадать желание. И ты окажешься там, где ты пожелаешь. Это волшебные башмачки. Ну и тут Эля стала прощаться. Страшил остался в том городе, откуда улетел Гудвин. Лев остался в волшебной стране, как царь Зберей. Волшебный дровосек заслужил себе славу самого добросердечного, ну, предположим, судьи в этом городе. А Эля стукнула три раза своими каблучками. Раз, два, три. И все завертелось, завертелось. Она подхватила Татошку. Татошку она подхватила. Вот он тут лежит. И она полетела, полетела, полетела. И в момент она оказалась... Где она оказалась? Она оказалась у себя дома. В Канзасе. На своем ранчо. И она говорит, Татошка, побежали, скажем, маме и папе, что мы вернулись домой. Вдруг слышит цирковой марш, смотрит, а над ними пролетает на воздушном шаре Гудвин и кричит, Эля, как я рад, что ты вернулась домой. Вот такая сказка. Эля вернулась домой вместе с Татошкой. Мама и папа были очень счастливы. Татошка был очень счастлив. Ну, как только они приземлились, Татошка, конечно, перестал говорить человеческим языком. Потому что животные говорят языком человеческим только в волшебной стране. Вот такая моя версия сказки «Волшебник изумрудного города». Давайте мы возьмем добрую фею Стеллу, которая вам скажет. Будьте здоровы, соблюдайте изоляцию, мойте руки, носите маски. Да? Да. И у вас все будет хорошо, я вам это обещаю, как волшебница, у вас все будет хорошо.